Пришила я сделать такое вот разговорное философское видео о рассуждении о пошлости, вульгарности и мещанстве. Сподвигло это меня, что-то так неприятно стало, знаете, по какому поводу. Когда люди пишут «скорбим», «трагедия», ставят при чём-то своё фото, пишут об этом. И следующее же фото – всё как ни в чём не бывало. Ну, если уж ты скорбишь, то выдерживай хотя бы паузу. Это ли не пошлость, не вульгарность, когда человек скорбит, трагедия, и, как ни в чём не бывало, следующий день. В том же духе. Я считаю, что если ты уж скорбишь, то скорби хотя бы, видишь же, хоть неделю, 40 дней, или сколько там скорбят люди. Знаете, что мне не нравится в этой скорби? То, что этот скорбь ни к чему не приводит. Ни к чему. Разве эта скорбь помогла этим родственникам? Тут я что-то взяла, прочитала у Славы Рабиновича. Крик души родственницы погибшей. То есть родственница написала погибшей, что даже не помогает ни транспортом, ни встретить, ни всё это организовать. И то, что хотят, в общем, гробу всё это привести, тела. И то, что руководитель даже ничего не откомментировал. Это разве не мещанство, не пошлость, не бульгарность, когда так поступают люди? Ну, как я считаю, что мне просто было очень... У меня не было скорби, у меня просто тоска навалила из-за того, что люди ничего не понимают, ничего. Если трагедия такая случилась, до этого же были случаи. Что только не начитаешься, тем более работала в этой области. Я примерно представляю... Ну, я пять лет училась для авиации. В этом работала. Я знаю, как это всё происходит. Как могут надавить. На меня тоже давили. Знаете, а что-то произойдёт, будешь ты отвечать. А ты пойдёшь на уступки. И ты будешь отвечать. Поэтому я не поддавалась ни на шантаж, ни на угрозы, как говорила, нет. Знаете, как-то мне инструкции были важнее, чем давление на меня. Я просто знаю, что потом происходит, когда трагедия, как начинает трясти. Меня это не коснулось. Но я просто знаю, как коснулось моих знакомых это, когда происходили трагедии в небе. И я считаю, что я не пишу там соболезную, там, что там ещё, соболезную, трагедия. Это всё такое пустое, ни к чему не приводящее. Это, знаете, я считаю, что это мещанство и пошлость. Там трагедия, я соболезную. И дальше, значит, выкладывать фотографии. Люкс косметики, духов, как ни в чём не бывало. Ну, вот я не соболезную, не переживаю, а переживаю только за то, что ничего не меняется со времён Островского, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина, которые всё это описали в своих книгах. Ну, есть замечательный фильм советский, Женина Бальзаминовна. Там, значит, мещанство, русское мещанство. Один в один. Доброе, 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 доброе. Вот, знаете, мне напоминает это. Люди, которые размещают свои фотографии, соболезную, трагедия, а на следующий день, как ни в чём не бывало, вот они такие, знаете, добрые. Они добрые для всех. А я злая, я, да, я злая. Я мизантроп, я злая, злая на то, что ничего не меняется. Ничего не меняется после этих трагедий на совковом пространстве. Да, я называю это совок. Если такие трагедии происходят, и ничего не меняется, ничего они этому не учат. Второй, значит, замечательный фильм о мещанстве, пошлости. Это «Блондинка за углом». Там уже такое конкретное совковое мещанство. Если Женинь Бабальзаминова, это у нас мещанство русское, а здесь, значит, советское такое, мерзкое. Я считаю, что мерзостно вот так вот горевать. А я не горюю. Я не горюю, я соболезнен не высказываю. Ну, а чем я могу помочь этим людям? Чем? Чем вы можете помочь? Ну, если вы соболезнуете, узнаете адрес семьи, вышлите помощь со словами «Живите дальше», не умираете. Знаете, что я ещё хотела сказать? Как-то в России любят мёртвых. И любят ещё мёртвых героев. Почему-то Россия не хочет жить. А было время, кстати. Такое небольшое, но времена Ельцина чуть-чуть. Была такая свобода, свобода. Да, был бандитизм, но свобода. И мы могли говорить, что хотим преподавателям по поводу политической системы. Были дебаты. И я считаю, что Ельцин он, он, он всё-таки молодец. И он же ушёл сам. Он сказал, я устал, я ухожу. Он же давно хотел идти. Его всё тянула его семья. К нему можно по-разному относиться. Но когда он приехал в Америку, увидел эти супермаркеты, он, я так думаю, раньше, что он и не выезжал никогда во времена Советского Союза в капиталистические страны. Для него, естественно, это был шок, когда он увидел продукты в супермаркет. Он был просто, как ребёнок, в шоке от этого количества еды. И какой-то момент он всё-таки тянул страну к свободе, чтобы люди поняли, что такое свобода. Ну, а что? До 1999 года ещё всё было в порядке. Потом всё. Всё. Я уже говорила. А, почему ещё же так вызвал гневный такой пост мой, что я написала, что пока совок не вымрет, ничего в этой стране не изменится. Ну да, вот совки вымрут. С 2040 года в этой стране что-то изменится. А так? Ну вот, знаете, посмотрите фильмы «Блондинка за углом», «Женима Бальзаменова» и поймёте, что не дело так скорбить. А, кстати, там, да, такие скрепы духовные показаны в этих фильмах. Все вот эти мещанки, бабки. такие, знаешь, духовные, как сейчас называется «ТП». 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 Ну, если уж ты «ТП», не пусти, пожалуйста, своё фото с надписью «Скорблю». или уж скорби, так поскорби хотя бы недельку, не выкладывая всякую покупки, помады и всё такое. Вот такое вот моё мнение о скорби, о скорби, о трагедиях. Можно сейчас наговорить кучу слов, как я сожалею. Но я сожалею о чём? То, что эти люди, которые лишились своих родственникам, им не оказано было никакого психологического, психологической помощи, не привезли всех родственников к аэропорту, не помогли им. Потом вот такое кощунство, типа всех в одном гробу, что ли? Надеюсь, это не будет. Потом я бы на место правительства вывезла всех на место аварии, установила бы там памятник. Ну вот это вот я понимаю какое-то сочувствие и скорбь. И в то же время сразу же расследование и опубликование, почему это реально всё случилось, по каким причинам, и разрешение этой проблемы. Ну вот как, например, самолёт же упал в Альпах. причину нашли, да, сумасшедший пилот, да, сразу поменяли инструкции, да, всё, я это видела. Когда мы летели на Борнео, вышел пилот, зашёл туда стюард, сейчас один пилот не остаётся в кабине. Пилот вышел из туалета, стюард подождал, когда он зашёл в кабину, стюард вышел. всё, вот, решили проблему по этому случаю. Так что я не добрая, не добрая, пусть я буду злая, мерзкая, но вот я не люблю лицемерие. А вот лицемерие, кстати, очень хорошо показано в блондинке за углом, по такими случаями, которые ТП размещает свои фотографии, скоят то-сё соболезную и сразу не выдерживая паузы на следующий день. Всё в том же духе. Я считаю, что это вульгарное, пошлое и помещански. Я считаю, что вульгарность не в одежде, а вульгарность в поступках и неосознавании того, что происходит страной. Да, я сказала, что да, я родину люблю, государства нет. А я знаю точное разделение государства родины. У нас родина это любить начальство. Я не люблю начальство, я его никогда не любила. Я не считала себя дурнее кого-то в умственном плане. Потом, когда увидела, что в 99-м году кто пришёл, у меня никаких сомнений не оставалось. Оставаться в этой стране, да, конечно, никогда. Почему я должна терять свою молодость, красоту ради этого. Ведь жизнь дана-то один раз, и в этом теле вы её проживаете. А вам сразу скажут, как любить родину по телевизору и в школе. А я считаю, что любить родину это когда грязь не валяется на улицах, когда перед твоим домом чистота, когда ты сажаешь цветы перед своим домом, когда моешь свой подъезд от говна и дерьма. у нас подъезды срали, срали. Я это вымывала, мне всё это надоело, я поняла, что всё далее будет всё ещё хуже, потому что всё это видела, как прогрессировала. Когда мы въехали в дом, у нас были стеклянные двери, через месяц стеклянных дверей не было, были картонные, потом стали ссать, срать в подъездах, потом поставили дверь железную, это не спасало, потом мы поставили железную дверь, где мусор выбрасывали, чтобы не срали там, всё равно мы выламывали дверь и срали там, не, ну вот это вот духовная страна, скажите мне, когда ты чистишь, чистишь, чистишь ящик почтовый, у тебя поджигают, воруют письма в надежде найти один доллар от моей подруги по переписке. Ну как-то, знаете, понимаю, что это всё бесполезно, есть, по-моему, даже произведение какое-то «Последнее лето Чуимске», по-моему, называется, как девушка там калитку ставила, цветочки сажала, по её цветам ходили, калитку она сломали, и по цветам ходили, она всё заново делала. Я говорю, тебе не надоело? Она говорит, нет, мне никогда не надоело, но когда её, по-моему, изнасиловали, уж не помню, она оставила ли потом уже калитки, но она была всё в депрессии. Поэтому я считаю, зачем тратить силы на то, что это не оценится, и когда у тебя свои были планы всегда с детства, когда я мечтала путешествовать, когда я смотрела на карту мира и говорила себе, я буду тут, 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 я почему-то знала, что я буду путешествовать, хотя в Советском Союзе был железный занавес, холодная война, но как-то меня пропаганда никогда не брала, я всё это видела, как это какое было лицемерие, ржали над Брежневым, говорили на кухне другое, слушали Голос Америки, Би-Би-Си, последние деньги отдавали за джинсы, ну, вот, любовь к родине, да, такая вот любовь к родине, я считаю, что любовь к родине это когда чистота, когда ты не пыльёшь, не харкаешь, мусор бросаешь в корзину, вот это твоя любовь к родине, сажаешь цветы, украшаешь балкон, украшаешь всё, где ты находишься, они такие громкие слова, ах, ты не посочувствовала, ты не любишь родину, да, я не люблю государство, которое сейчас государствует на этой территории, так, а чё люди-то даже денег не имеют это государство увидеть, ни прекрасный Байкал, ни Камчатку, ни Кавказ, но зато пропаганда они скажут вам, как любить родину, кричать лозунги, вот немцы, они родину не любят, патриотизм и не кричат, зато у них вот такие памятники архитектуры, я вот всегда делаю в инстаграме такие маленькие фотографии, такие миленькие, миленькие, миленькие детали на домах, при том же, вы знаете же, тут всё было разрушено во времени войны, тут бросали бомбы, восстановили, а у нас такие прекрасные памятники архитектуры, и всё покрыто тленом и мраком, ну, я вам говорю, позитивно, да, в 2040 году всё изменится к лучшему, с этого времени начнётся улучшение, ну, живите этим, а больше никак, изучайте, пересмотрите ещё раз «Горе от ума», перечитайте, посмотрите спектакль, такой старый, есть на ютубе, скину ссылку, скину ссылки вам на все фильмы, посмотрите, оцените с другим взглядом, поймёте, может быть, как жить, как скорбить, что я считаю пустым, так что вот так вот, не знаю, будет ли хороший звук, голубь прилетел меня послушать, ну, вот это листву соберут, дядечка идёт, включаю я камеру, до свидания, ölкен, но тут и alumni